Аминь! Слава Богу! Спасибо, Инна, замечательное песнопение. Я с Господом Иисусом иду. Так и есть. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за это священодействие, эту возможность наслаждаться Тобой, быть под Твоим Словом в Твоем покрове, в Твоем действии. Благослови изобильно. Славься, Бог мой! Во имя Твое, Иисус Христос, мы молимся и просим. Аминь! Слава Господу! Мы с вами удивительные люди. Мы такие богатые на небесах. У нас уже царство. Мы уже посажены на престоле. Но ещё отвлекает прежний человек, который тоже требует мне вот это, мне то, другое, третье. Кроме того, иногда то, другое, третье приводит к тому, что мы встречаемся с трудностями из-за решений, которые приняли в ветхом человеке. И мы можем высказывать недовольство. Как избавиться? Что происходит? Но мы знаем, что происходит. Потому что Бог не только спас нас, Он подарил нам Своё Слово. Он подарил нам Духа Святого. И в тебе, и во мне Дух Святой, который убеждает, что ветхий путь – не твой путь, что вся твоя жизнь в Иисусе Христе есть не что иное. И это название нашей проповеди сегодня изумляющая благодать. Я бы хотел сказать смело вам, себе, что если я, как верующий человек, буду придерживаться этих пяти принципов, которые сегодня будут провозглашены, хотя мы их знаем. И пускай они будут каждый день у нас пред глазами на столе. И в нашем сердце, конечно. Потому что это слова Божьи. Это является нашей жизнью в невероятных приключениях вместе с Богом, в которых мы всегда выигрываем. изумительной или изумляющая благодать. Само слово изумляющая, оно очень интересно, на греческом языке экстасис. Когда, 10 глава, мы читаем с вами о книге Деяний, как Пётр молился, находясь на крыше двухэтажного дома. И когда он молился, говорится о том, что аромат пищи, которая была приготовлено там ниже, был очень хороший. и он пришёл в это состояние. Экстасис. Когда я так подумал, что большинство могут подумать о том, что от того, что там было вкусно, так ароматно. нет, это Бог его перевёл на свой уровень, потому что через всего несколько секунд Бог опустит перед ним покрывало, в котором будут всякие животные. Но он для обозрения, как зоопарк в этом полотне, может быть, и хороши. А для еврея, соблюдающего диету, диету, которая задана законом, они были, ну, только полюбоваться. И далеко не кошерная пища. А голос сказал «Итак, Пётр почувствовал, что что-то происходит с ним, и мы чувствуем, что что-то происходит с нами, потому что Бог разговаривает с нами. и это этот разговор его слова. И эти слова были в той ситуации с Петром «Заколи и ешь». И Пётр сказал «Да ни в коем случае, я никогда даже не прикасался к этому. Это нечисто». И Господь сказал «То, что Бог очистил, то чисто». И так было три раза. Зачем три раза это убеждение? Он убеждает «Я с тобой, происходит нечто». И он думал о том, что происходило, что это такое, как приложить. Там внизу такой аромат кошерной пищи, и вдруг такой не аромат, не кошерный. И в это время он слышит «Эй, там, на крыше, где здесь Пётр живёт? Или Симон живёт, как направил ангел Корнилия, чтобы он послал этих воинов или служителей своих. И для Петра это было там язычники. И он откликнулся, и через некоторое время, через несколько дней, он уже был в Кесарии. Это было место особо охраняемое. Это был целый городок с размещенными в нём вооружёнными людьми, охраной. И глава этих охранников поверил в Господа. И теперь оставалось только услышать всё от одного из учеников Иисуса. Как здорово! Пётр пришёл туда, и там собрались не только Корнилии его семейства, а и его подчинённые солдаты, воины. И Пётр проповедовал. Интересно, для Петра это было необыкновенным приключением. для нас с вами сейчас, когда мы с вами возрастаем, мы обнаруживаем, это была изумительная благодать, которая перевернула многие концепции в жизни Петра. И так будет всегда. Старец, которому было на время написания Евангелия от его имени, это Иоанн, и он написал Евангелие уже после того, наверное, спустя 30-35 лет, как ушли все ученики Иисуса Христа на небеса. А он сам проповедник и служит в церквах. И Господь, который обещал ему, что он придет, посетит его, и он пришел. Это было такое посещение, которое было настолько плодоносным, что было написано Евангелие от Иоанна, было написано три послания от Иоанна, и была написана на острове Патмос, на каторге книга, завершающая книга Библии. Что хорошего на каторге Господь позволил? И для Иоанна это была встреча на небесах с Господом. Господь его обучал, Господь передавал ему это слово. Ему служил один из великих ангелов. Он видел будущее, уже церковь на небесах. Двадцать четыре старца находятся около престола Господа. Четвертая голова книги Откровений. Пятая глава обнаруживает, что людям передают, передается, а книга, которая является ничем иным, как правом на распоряжение всем. Эту книгу собирался получить дьявол, когда он, как ему казалось, победил Адама и Еву в Эдемском саду и ухищрениями своими заставил съесть плод от дерева познания добра и зла, зная, что больше людей не будет, кроме тех, которые пойдут от Адама и Евы. и они будут все испорчены, потому что они родятся от падших. Он не мог поверить, что сам Господь Бог совершит удивительное вторжение в этот созданный им мир для того, чтобы спасти человека. И мы с вами такие. Это наши прапрапрародители пали. Мы родились павшими уже. И Он пришел для того, чтобы по обетованию своему обещанию, которое Он дал в бытие в 3 главе 15 стихе, я сам приду. Я буду рожден от женщины. У меня будет человеческая жизнь. Если посмотрите, что напишут, то только там написано в послании к филиппийцам, вторая глава, шестой стих. Там говорится «Сам сущий Бог». Он задумал или все божество и отец и сын. «Сам Иисус родился как человек, оставаясь Богом, он отказался от божественной силы. Он был по виду как раб. и его могли толкать другие люди, судить, клеветать, издеваться. Тот, который мог бы уничтожить всю сотворенную Вселенную. Но вот вера, которой теперь он жил как человек, оставаясь Богом. Эта вера его все время направляла. Да, он был необычный человек, в нем не было греха, но в нем был Бог. Мы с вами родились свыше и произошло чудо. вы скажете это чудо рождения свыше. Да хорошо, это только часть истины. Ну, давайте проследуем по тем пунктам пяти, которые дадут вам крылья для размышления. дальше. Дальше. название «Изумляющая благодать», делающая нас совершенно другими людьми, воспринимающими окружающий мир невероятным образом. Это мир Господа. Люди думают, что это они прожат. Нет, будет и вмешательство Бога. Сейчас мир живет в допустимой, позволительной воле Бога. Первый пункт. Давайте мы запомним. Да, вы знаете его. Евангелие от Иоанна первая глава. Итак, старец пишет. Первая глава и шестнадцатый стих. Вот что нам предложено. пророком Иоанном Богословом, Духом Святым, чтобы мы совершенно точно знали, это принадлежит нам. Это наша жизнь, она так развивается. От полноты родившегося Сына, Господа Бога, Иисуса Христа, 14 стих, и Слово стало плотью, и обитало среди нас, полная благодать и истины, и мы видели славу Бога, как единородного от Отца. Эта связка такая интересная. И Отец и Сын в этом человеке, а в вас Святой Дух и Сын. это невероятно. И от полноты его 16 стих, от Иисуса Христа все мы приняли благодать на благодать. Это обетование. Каждый день благодать, каждое дыхание, сердцебиение, прочая работа нашего тела, нашего ума, все, что находится перед нами, весь этот мир, это благодать, познание Господа, где Он себя являет нам. Чудо. Все ситуации, все ситуации. Это изумительная благодать. Второй стих, вернее, второй пункт, 16 глава. Смотрите, какие мы с вами богатые в Иисусе Христе. Иисус говорит своим ученикам в 14 главе, обителей у Отца на небесах много. Хорошо. Я иду, чтобы приготовить вам путь. Он идет на крест. Они смущены. 16 глава, 7 стих. И Он говорит, нет, я должен пойти, я должен пойти. Он видел их сметенное состояние. Он им говорил о том, что этот путь он сделает. Евангелие от Матфея, 16 глава. За кого вы меня принимаете? За Христа. Петр, блажен ты, тебе Отец сказал. За Христа это означает за Мессию. Мессия пришел. И потом этот Мессия говорит 21 стих. Мне необходимо идти в Иерусалим. Там меня схватят, будут издеваться, приговорят к смерти. Я умру. И на третий день воскресно. Для падшего человека воскресно ничего не говорит. Это произойдет, наверное, когда-то, как Марфа говорила. А он говорит им, на третий день воскресно. Петр встал, отвел Иисуса, как своего друга, в сторону. Повысил голос. 23 стих. И стал говорить ему, да не будет этого с тобой. Что сказал Иисус? Встань за Мною, сатана, ибо ты рассуждаешь по-человечески, ты смущаешь, ты соблазн. Интересно. И во второй главе послания к евреям говорится, он принял смерть на себя по благодати. Он вездесущий Бог. Захотел родиться, стал человеком. Не образом человек, а там слово и в одном, и в другом случае, это вторая глава, филиппийцам, шестой стих. Образ Морфео, Бога, это сам истинный Бог, стал человеком, истинным человеком. Когда-то Люциферу было предложено эта роль, 28-я глава книги Иезекииля, он отказался. Снова я с ангелами работаю. Сам Господь Бог согласился. Потому что это единственный путь. Можно было бы сказать, как недавно я слышал, по-моему, Инна говорила, но он, конечно же, мог бы другое что-то сделать, не нашел. Ему было все известно. Чтобы стать членом семьи Бога, нужно было стать теми, кто примет Иисуса Христа и образуется в Нем, и будет воскрешен в Нем и будет посажен на небесах в Нем и будет находиться в небесном Иерусалиме. Чистый. Да, сейчас мы еще живем в мире, в котором проходим воспитание. Итак, мы принимаем благодать на благодать. Все, что происходит. и он говорит, для вас это лучше, что я пойду, потому что Дух Святой будет в вас. Вот Дух Святой у нас. Можно было бы сказать, ну и что? Да ладно. Слушайте, мы с вами имеем Духа, который воскресил Иисуса, свою силу воскресил Иисуса из мертвых. Духа, который охраняет нас. Это лучше, это невероятно лучше в сравнении с тем, что было в Ветхом Завете до жертвы Иисуса Христа. Потому что сейчас Дух Святой нам дает откровения. И эти откровения такие, что Он продвигает нас по этому миру для того, чтобы были спасены другие, глядя на нашу жизнь и слушая слова Евангелия. Итак, первый пункт. От полноты его мы приняли благодать на благодать. Второй лучше, чтобы я пошел и вы получите Духа Святого. Третий мы живем в этом мире. В этом мире есть различные искушения. но мы верующие, у нас какого верующего человека есть определенные амбиции. Вперед иду, я в духе. Седьмая глава Кримлян. я хочу поклоняться и умом, и эмоциями, и волеизъявлением. Бедный я человек. Не могу. Кто спасет меня из этого состояния смерти и греха? И вдруг ответ. И в этом ответе это послание к Кримлянам седьмая глава. И вот Павел получил ответ в Иисусе Христе. И восьмая глава – это третий пункт. О! В духе мы. Это что, только Павла касалось? Нет. Любой из нас. Стоит только в минуту расстройства сказать, я бедный человек, Господи, помогай. И он приведет вас в этот престольный зал милости и благодати и будет говорить вам смелее, смелее. И вы приближаетесь, и вот вы уже поете. и там написано в римлянах восьмой главе первой и второй стихи «Я пришел в то место, где нет никакого осуждения для меня. когда я я был не в духе, бедный я человек, да я нахожусь в теле греха и смерти. но но вот мы почему так важно, это наша ответственность. Я принимаю этот подарок и то, что благодать на благодать, и то, что дух святой в нас, и то, что я в духе, и все меняется. Какая красота! Правда? Я вам сейчас еще покажу эту красоту. Смотрите. Римлянам восьмая глава. Как нравится нам, правда, первый стих. О, ныне никакого осуждения нет тем, которые во Христе Иисусе живут по духу. И далее идет перечисление, что дух святой делает в нас. Вот 37-й стих говорится, мы все в этой жизни побеждаем благодаря силе возлюбившего нас. Дальше смотрите. Это откровение. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. вот это прогулка в духе. Это третий пункт. Четвертый. Нам Дух Святой через апостола Павла объясняет вся наша жизнь. Когда мы любим Бога, когда мы с Ним во всех обстоятельствах, сложности, трудности, какие-то наши промашки, и мы приходим в состояние Духа, и мы получаем откровение. Одно из этих откровений, оно также находится в восьмой главе послания к Римменам. 28 стих, наш любимый. Мы знаем, что любящим Бога, обратите внимание, седьмая глава «Любил сам себя», и что «Бедный я человек». Восьмая глава «Люблю Бога», я в духе, я живу по благодати, благодать на благодать, во мне Дух Святой, я в престольном зале. Здесь написано «Любящим Бога, призванным по Его изволению». Что это означает? Посмотрите на призвание апостола Павла, вернее, Савла. Как он, с каким настроением, запавом, шествовал или же ехал на карете в сопровождении целого отряда, чтобы забрать по распоряжению первосвященника из Иерусалима тех людей в синагоге в Дамаске, которые поверили в Иисуса Христа и Иисус его встречает. И Савл оказывается на коленях перед этой силой и могуществом, полгающим светом, ослепляющим его. Савл, Савл, зачем ты меня горишь? Тебе невозможно справиться со мной. Я добьюсь своего. Савл в шоке. Что теперь мне делать? И Господь говорит ему, куда идти. Его соратники отвели его по адресу. Введение дарит Господь Савлу, что приходит к нему человек по имени Ананя, возлагает на него руки, молится, чтобы он прозрел. Он прозревает. Через некоторое время так и происходит. Как здорово! Все содействует ко благу. Господь обязательно добьется того, что он задумал. И вот Павел пишет такие слова. Мы знаем, что любящим Бога, мы избраны Богом. это его благая воля. И теперь наша жизнь, и все в этой жизни содействует ко благу. Изумительная благодать. все, с чем вы столкнулись в этот день, в вашем мысли или еще что-то. Некоторые не были в Иисусе Христе, но все это поместите в Иисуса Христа и обнаружите. Это было все дано по благодати. Эта благодать приводит нас к бурному росту в Иисусе Христе. Но давайте представим, что мы не слышали этого, то, что сегодня говорится, и сталкиваемся с трудностью. Почему? Что случилось? Когда я занимался спортом, и были всякие упражнения, и они были сначала легкие, потом труднее, потом труднее и труднее. Потом доходило до реальных трудностей, но ты уже ободрен теми занятиями, которые предшествовали. Ты не делаешь глупых движений. Ты уже мастер, который знает, как ответить, как пройти, пробежать. И изумительная благодать. А второе название проповеди – это или бурное возрастание. Ведь кто мы с вами? Послание к Ефесянам 4 глава, 11 стих. Бог дал нам подарки людьми. Одним из подарков является пастор-учитель. Для чего? Для того, чтобы содействовать развитию драгоценных чад Божьих церкви и приводить их в зрелый возраст Иисуса Христа. Пятое. И в этом зрелом возрасте Иисуса Христа послание Якова 1 глава 2 стих. Он говорит «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Это не тесты. вы вошли не в ту дверь, вы открыли нечто, и вы впали в искушение, и вы готовы уже подвергнуться действию этого искушения. Здесь сказано «Радуйтесь, с великой радостью принимайте, когда впадаете в разные искушения. Вы победители! Вы победители!» Хорошо. А что если я поддался этому искушению? 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. Писание обучает это было человеческое искушение. Но верен Бог, который не допустит сверх силы, чтобы оно давило на вас. А второе послание к Коринфянам в 4 главе в 7 стихе говорится о том, что да, мы вот такие вот вынанавид обыкновенные тела глиняные сосуды. Но у нас есть сокровище. Какое это сокровище? Которое появляется, когда на нас оказывается чрезмерное давление. сияет и Евангелие сияет, и Господь Иисус прославляется, и является изумительная благодать Господа, спасительная, убеждающая, только что вроде бы проиграл на поле битвы, и вдруг является это удивительная благодать Бога. Потому что мы с вами в престольном зале, мы в Его любви, а Он никогда не отступает. Никогда. И тот человек, который сегодня испытывает какие-то сложности, служите, есть изумительная благодать для вашего роста в Иисусе Христе. Возрастает ваша вера, и вы встречаете все, что угодно, и вы уже на небесах. Вы те люди, которые действуют с небесной силой для того, чтобы явить чудо, изумительную благодать. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны Тебе за это чудо нашей жизни, Господь. Благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты даруешь нам такое благодатное расположение. Все, что происходит в нашей жизни, является ободрением, спасением для других, ободрением для нас, бурным ростом в нашей вере. Потому что Дух Святой, потому что Слово Твое в нас. Все содействует ко благу. Мы принимаем эту благодать. Слава Тебе! Может быть, среди тех, кто слушает проповедь по интернету, а есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Мы готовы умолять вас. Мы познали эту жизнь. Примите Иисуса Христа. Скажите простые слова. Молитва. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Научи меня Твоему слову. Люби, прощай. Даруй эту изумительную благодать понимания Твоей защиты, Твоего ободрения, Твоей любви. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Богу!